Все лучшее детям. Ленточка перерезана, экскурсии дан старт. Игровые, спальни, спортивные концертные залы, детсад явно из разряда все включено. Олег Кондрашов даже на пищеблок зашел, как оказалось не зря. Я не случайно сюда зашел. Так, и все выглядит очень аппетитно. Садик рассчитан на 12 групп, это 225 детей. В Канавине учреждению рады и взрослые, и малыши. Кое-кто из последних даже с любимой игрушкой уже определился. Трактор. А почему трактор? Он большой или красивый? Большой. На этом месте были такие руины. Пустырь обыкновенный, словом пустырь. Сейчас вот такое красивое стоит здание. Мы очень рады, что у нас такой теперь садик большой. Поместится очень много детей. На самом деле спасибо. Нравится детский сад? Да! Еще бы! Строили заведение по спецпроекту. Это уже шестой по счету новый детсад, открытый в Нижнем за год. А на следующий год запланировано еще семь. Одна проблема – кадры. Увы, воспитателям молодежь идет неохотно. Работы много, платят мало. Но это поправимо. С 1 января 2013 года мы поднимаем заработную плату сотрудникам детских садов, в первую очередь воспитателям, на 90%. Это беспрецедентное повышение заработной платы. Стоит задача повысить уровень заработной платы до средней по области, то есть не менее 19,5 тысяч рублей. Плюс льготы, бесплатное питание и прием в садик детей-воспитателей. В планах еще и бесплатный проезд. Удовольствие не из дешевых, но дело того стоит, считают чиновники. Воспитатели только за. А пока вовсю набирают детей. Очень приятно, очень интересно. Очень много нового можно сделать. Ну и, соответственно, крылья растут и поднимаются. Больше всего, наверное, музыкальный зал. Я очень люблю праздники. Оно и видно. Праздник в честь открытия прошел на отлично. Дети танцевали и читали стихи, а золотой ключик от садика директору торжественно вручили буратино с мальвиной. Кирилл Антоневич, Алексей Калякин. Объективно. ННТВ.